Прислушаться к жителям и оставить существующие маршруты общественного транспорта или последовать рекомендациям Петербургского института и разгрузить городскую сеть, убрав ряд маршруток и автобусов. Эту тему обсудили на постоянной комиссии чебоксарские депутаты. Как избавить Чебоксара от пробок, сохранить безопасность жителей при поездках в маршрутках и тем самым улучшить транспортную ситуацию? Ответы на эти вопросы столичная администрация получила от специалистов Петербургского проектного института транспортной инфраструктуры. Которые около года изучали работу транспорта в городе и вот их вердикт. Выработаны следующие предложения. Закрыть 20 маршрутов, в том числе автобусные номер 10, 14, 16, 18, 21, 24, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60К. Изменение трасс 18 маршрутов, в том числе 16 автобусных и 2 троллейбусных. А также организация одного нового троллейбусного маршрута номер 22, который у нас уже с мая месяца работает. Пока профильное управление работало с рекомендациями института, чебоксарские депутаты с жалобами жителей. За сохранение некоторых маршрутов они собрали по 3,5 тысячи подписей. Если мы убираем 60-60К, то как люди будут выбираться? В любом случае людям придется пересаживаться на существующие маршруты, троллейбусные и автобусные. Мы понимаем, что определенные неудобства, конечно, это жителям доставят. Помимо вопроса удобства, встает вопрос денежный. У людей заработная плата около 10 тысяч рублей. Представляете, они работают в центре города. Как они будут на работу добираться? У них огромное количество денег будет уходить только на то, чтобы добраться на работу и уехать. Кроме того, конечные точки многих маршрутов, попавших в список закрывающихся, это крупные предприятия города. Я хотел бы сказать про 49-й маршрут еще, который соединяет Северизаторный контур и Чапаевский завод. Значит, внедрили, отчитали за то, что 22-й маршрут троллейбуса ввели дополнительный, новый. Но маршрут 22 только до хлебозавода доезжает. Мое личное мнение, не закрывать маршруты, а уменьшить количество автобусов и запустить крупные автобусы. Конечно, недовольные будут всегда. И если прислушиваться к мнению каждого, ничего изменить не получится. Так или иначе, Петербургский институт дал только рекомендации. Решение за городом. На заседании комиссии чебоксарские депутаты собрали рабочую группу, которая займется изучением вопроса. Рубить с плеча никто не будет, пообещали народные избранники. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.